Привет! Мы ходим по нему, мы ходим вдоль него. Он нас встречает в концертных залах, в метро и даже в ванной. Все верно, речь о нем, о граните. В сегодняшнем выпуске мы постараемся разобраться, почему гранит пестрый, откуда он берется и как получается его цвет. Итак, почему же гранит пестрый и откуда он берется? Интересно, что думают об этом люди? Он родный из Камая, из зимы, из-под зимы. Он неоднородный по своему составу, в нем разные частицы, кварц какой-нибудь еще. Так исторически сложилось, природа мать сделала его пестрым. Я думаю, что для красоты, наверное, это все сделано, потому что если бы он был не пестрым, он был бы скучный, как бетон или асфальт. В нем, наверное, присутствует несколько разных цветов камней, я не полагаю. Потому что это его судьба. Все у меня создано, как говорится, Господом. Да, предположений масса, но есть место, где хранятся все секреты гранита. Это геологический музей. Туда мы и направимся. Я уверена, что по дороге мы неоднократно повстречаем гранит. Поехали! Итак, мы сегодня в гостях в Государственном геологическом музее имени Вернадского Российской Академии Наук. А поможет нам ответить на наши вопросы Андрей Владимирович, главный научный сотрудник, доктор геолога минералогических наук. Гранит – это магматическая интрузивная горная порода. Он является одной из самых прочных горных пород. Твердость, устойчивость к перепадам температур и коррозии, цветовое разнообразие сделали гранит одним из самых популярных строительных материалов. Прежде чем получить такие качества, он пролежал под землей миллиарды лет. Свойства гранита обуславливаются его минеральным составом и структурно-текстурными особенностями. Андрей Владимирович, наш первый вопрос – почему же гранит пестрый? Ну, чтобы ответить корректно на этот вопрос, прежде всего давайте разберемся, что такое гранит. Гранит геологи определяют как горную породу. Горная порода – это есть не что иное, как природный агрегат, состоящий из минералов. Гранум по-латыни – это зерно. Вот гранит – это зернистая горная порода, и зерна представлены разными минералами. Вот эти минералы, главными из которых являются полевой шпат, кварц и обычно слюда, могут иметь разную окраску. Вот, например, у меня в руках слюда, она может быть серой, а может быть и черной. Вот полевой шпат кальцевого состава обычно беленький, кварц обычно серый, а другой полевой шпат калевый, он может быть разного цвета, но вот здесь у меня розовый. И когда вот эти минералы, только меньшего размера, чем здесь у меня в руках, перемешаны в горной породе, вот он и получается, этот гранит пёстерый. Древние цивилизации, чтобы подчеркнуть свой блеск и процветание, создавали дворцы, храмы и святилища из гранита. Они придавали особое значение этому камню, выделяя среди прочих материалов. Уже тогда люди заметили, что гранит по своим физическим свойствам превосходит в два раза мрамор и в десятки раз другие известные им материалы. Андрей Владимирович, вот мы и подобрались ко второму вопросу. Откуда же берётся гранит? Гранит – это горная порода, которая относится к классу горных пород, определяемой геологами как магматические горные породы. То есть эти породы возникают только тогда, когда имеется магматический расплав, который остывает и кристаллизуется. Чтобы возник магматический расплав, надо, чтобы на большой глубине, километров 15-20, а то и 25 в земной коре, возникла аномальная температура, аномально высокая. Тогда те породы, которые находятся там на глубине, начинают плавиться. Выплавленная магма начинает подниматься вверх. Если она достигнет поверхности, то у нас будет извержение вулкана. Но у нас будет лава, но не будет гранита, поскольку вот эта лава застынет без образования кристаллов. А если магма застынет на глубине нескольких километров, то тогда при ее остывании возникают кристаллы и образуется зернистый гранит. Существует слух, что гранит бывает радиоактивным. А насколько это верно? Действительно, это верно. И гранит бывает радиоактивным. Точнее, он почти всегда имеет повышенную радиоактивность. Но в 99,9% случаев эта повышенная радиоактивность находится в пределах, скажем так, медицинской нормы. И не опасна для человека. Но если этот уровень радиоактивности больше, то считайте, что вы наткнулись на место, которое вызовет большой интерес у геологов. Очень возможно, что там будет месторождение. Но это очень-очень редко встречается. А цвет гранита связан как-то с радиацией? Нет, не связан. По цвету гранита, к сожалению, нельзя определить, радиоактивный он или нет. Цвет гранита напрямую зависит от его минерального состава. От того, какого типа полевой шпат в нем содержится. Он может быть белым, красным, зеленым. Чаще всего гранит серый. Это означает, что компонентом его может быть или белый полевой шпат, или плагиокласс. Розовый полевой шпат, окраску которому придают кристаллы оксида железа, входит в состав красных гранитов. Зеленый цвет придают вкрапление амазонита, зеленого калиевого полевого шпата. Значит, цвет гранита связан с минеральным составом. А как бы поподробнее разобраться, как именно цвет зависит от состава минералов? Ну, на самом деле, очень просто. Если минералы, которые входят в состав данного конкретного гранита, все имеют какой-нибудь серый или белый цвет, то и гранит будет, как правило, серого цвета. Если вдруг в нем появляются вкрапления минералов, допустим, розового цвета, то у вас на фоне сером появятся пестрые розовые вкрапления. Но может такое случиться, что большая часть гранита будет составлена калиевым полевым шпатом с красного цвета. И тогда у вас гранит будет красный. Вот и все. Вот мы разобрались в новых и интересных вопросах. До скорых встреч! И, как всегда, в конце задачка. Есть две люстры. Из белого и из красного гранита. В сумме их масса составляет 107 килограмм. Причем люстра из красного гранита легче на 17 килограмм. Какую люстру можно подвесить на крюк, допустимая нагрузка на которой равна 650 ньютонов? Субтитры подогнал «Симон»!